Литва по программе расселения беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока обязалась принять 1105 беженцев. С начала этого года в страну прибыло около 130 человек, но уже в этом месяце в Литву приедут сразу 70 сирийцев и иракцев. Дальше этот поток будет только нарастать. Все 1105 беженцев должны въехать в Литву до конца 2017 года. Времени катастрофически мало, а власти уже понимают, что не успевают подготовиться. Беженцев просто некуда заселять. Единственное место в Литве, куда сразу попадают мигранты – специальный центр в городе Руква под Каунасом. Но и там все места заполнены уже сейчас. Другой вариант расселения беженцев в центре регистрации иностранцев, который находится в подчинении Министерства внутренних дел. Центр создан для того, чтобы в нем беженцы ждали вид на жительство в Литве. Там, насколько мне известно, еще есть свободные места. А в центре для инфердрантов под Каунасом пока царит спокойствие. Беженцы привыкают к литовской осени и вспоминают свою родину. Бррр, очень-очень холодно. В Сирии гораздо теплее, чем тут. Обитатели центра готовятся к холодам. Теплую одежду им обеспечивает государство. Именно здесь переселенцы знакомятся со страной и планируют свою дальнейшую жизнь. В центре работает даже маленькая биржа труда. Сирийцы возможностями трудоустроиться интересуются. Но не скрывают, Литва – это недобровольный выбор. Нам дали выбор только для вида. Но ни один человек не попал в ту страну, которую выбрал. Реально, страну-убежище назначают в самих лагерях. Останемся мы или нет, зависит от условий. Сейчас идут переговоры с биржей труда, и я хотел бы работать по своей специальности. Если появятся рабочие условия, то я останусь тут. Литовскому языку уже обучают. Махер Ислапти из Сирии не скрывает своего разочарования. Изначально он даже не знал, куда едет. Я хотел уехать в Германию. У нас был разговор по скайпу, а потом было принято решение, что мы поедем в Литву. О Литве до этого я ничего не знал. Отбор беженцев проводит МВД Литвы. Главная задача – не допустить в страну подозрительных людей, которые могут быть связаны с исламским государством. Впрочем, для многих Литва становится промежуточной остановкой. Уезжают с семьями. Кто-то в Швецию и Германию, кто-то в неизвестном направлении. Причина – низкие пособия. Но больше денег, говорят власти, не будет. Для беженцев не будут создавать условия лучше, чем для рядового гражданина Литвы. Они получают точно такие же условия, как и все наши граждане. И пособия точно такие же, как и у жителей всей Литвы. Даже немного выше. В других странах, в Скандинавии, условия лучшие. Из-за этого они и уезжают. После месячного интенсивного курса литовского языка беженцев планируют рассерять по всем самоуправлениям страны, где они начнут второй этап интеграции. Что об этом думают сами беженцы и чем это все закончится, неизвестно никому. Денис Тарасенко. Настоящее время. Литва.